Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас посетить выставку, которая проходит в одной из прекрасных галерей Рима, в галерее Бургези. Мы с вами пройдем по залам галереи Бургези и насладимся выставкой, посвященной Рубинсу. Она называется «Прикосновение Пигмалиона. Рубинс и скульптура в Риме». Выставка будет проходить с 14 ноября по 18 февраля 2024 года. В диалоге с шедеврами галереи Бургези, начиная с очень известных скульптурных групп Бернини, которые он создал в молодом возрасте 22-24 года, на выставке представлены картины и рисунки Рубинса. Выставка называется «Прикосновение Пигмалиона». Пигмалион – это древнегреческий скульптор, создавший прекрасную статую из слоновой кости и влюбившийся в свое творение. А здесь, на выставке, пигмалионом является сам Рубинс. Если мифологический греческий скульптор оживил созданную им статую Афродиты, то Рубинс после двух своих пребываний в Риме – последний раз он был в Риме в 1608 году – возродил древнюю скульптуру, что в дальнейшем вдохновило других современных художников и скульпторов, включая Бернини. В Риме Рубинс изучал древние скульптуры. Так родился новый стиль живописи, и этот стиль надолго остался в Европе. В галерее Бургези я бываю на каждой выставке, которая здесь проходит. И могу сказать, что организаторы выставки всегда очень ответственно подходят к своей работе. Нам, зрителям и посетителям выставки, не составит труда увидеть то, что хотели нам показать. Надо быть только немного внимательными. Выставка очень легка и доступна для восприятия. Я благодарна всем организаторам выставки за то, что у нас есть возможность одновременно в одном месте увидеть такое скопление шедевров, которые были разбросаны по всему миру. Ведь на выставку привезли 50 картин Рубинса из самых важных музеев мира. Картины на выставку были привезены из Лувра, Британского музея, Национальной галереи Лондона, Национальной галереи Вашингтона, Мадрида и многих других музеев мира. Вы только присмотритесь. Проникновенный взгляд героев Рубинса – мышцы, фигуры, вены – все завораживает. Рубинс был вдохновлен античными скульптурами, такими как Лаукоон, форнезийский Геракл. Хочется остановиться немного на сюжете картины. Мы видим в центре Самсона. Самсон – израильский богатырь, сила которого заключалась в его волосах. Он не должен был их стричь, и тогда он мог победить всех. На него нападал лев, он голыми руками мог победить его. В одной из битв с врагами он избил тысячу воинов ослиной челюстью. И вот филистимляне решили убить Самсона, а чтобы расправиться с противником, надо было знать его слабости. Но и как у каждого из нас, у Самсона была слабость. Он был очень влюбчив, а когда он влюблялся, он превращался в очень послушного человека. Коварной девушке Далиле было дано задание выведать, в чем великая сила Самсона и как его усмирить. В награду ей было обещано большое вознаграждение. Когда у них была первая встреча, девушка спросила у Самсона, в чем же секрет его великой силы. Он решил подшутить на Далиле и сказал, что если его свяжут с семью веревками, то он тут же потеряет силу. Девушка дождалась, когда он уснет, связала его семью веревками и позвала своих земляков. Вернувшись, начала кричать. «Самсон, Самсон, на тебя идут враги!» Он вскочил с постели, порвал веревки, а враги со всех ног убежали. Самсон сделал вид, что ничего не произошло и решил продолжить игру и каждый раз придумывал что-то новенькое и засыпал. У девушки уже кончалось терпение, она злилась и в один из моментов Самсон ей сказал правду, что от рождения он никогда не стриг волосы и если остричь волосы, то он потеряет силу и станет, как все люди. Девушка усыпила Самсона, остригла его волосы и в этот момент в дом вошли ее земляки, которые накинулись на Самсона. Он не знал, что его волосы были острижены и был лишен своей силы. Его схватили, заковали в цепи, выкололи ему глаза, а потом поместили в темное подземелье, где он должен был вращать жернова. Попав в подземелье, Самсон раскаялся в грехах, разгули, грабежах и произошло чудо. Волосы стали быстро отрастать, а вместе с ними стала возвращаться и сила. Сначала Самсон скрывал, что сила вернулась. Филистимляне привыкли к мысли, что Самсон слепой и беззащитный. Однажды филистимляне праздновали победу над врагом, они устроили большое пиршество. В храме собралось очень много народу, все пили, ели, а потом пьяные гости захотели, чтобы их развлекал Самсон. Самсон играл на музыкальном инструменте, потом потихоньку подошел к колоннам, на котором стоял храм, поднял его и разрушил одним движением. Самсон погиб вместе со всеми гостями, которые были на празднике. Он предпочел погибнуть, чем жить в рабстве и унижении. И с тех пор все пересказывают историю его жизни. А художники на эту тему писали картины. Святой Себастьян. У меня есть очень интересная книга, которая называется «Палаццо Барберини, галерея Курсини, 100 шедевров». В книге собраны самые интересные картины, которые находятся в этих двух галереях. Это одна из моих настольных книг, я ее очень часто перечитываю. Перед выставкой как раз читала про Святого Себастьяна. Так вот, эта картина была привезена из дворца Курсини. После выставки вы можете найти ее именно там. На выставке представлена скульптура Святой Себастьян Георга Петеля. Скульптор был близким другом Рубенца. Стиль Рубенца вдохновил Петеля на создание нескольких работ. Картина Святой Себастьян была написана Рубенцем во время первого пребывания его в Риме. В центре картины мы видим Святого Себастьяна, почти полностью свободного от веревок и стрел. А слева находятся доспехи, напоминание о его военной карьере. Себастьян был отважным воином. Вскоре он стал одним из фаворитов императора Диоклетиана. Втайне он принял христианскую веру, сумел обратить более полутора тысяч человек в христианство. За это его арестовали по приказу императора. Привязали к столбу, произвели несколько выстрелов стрелами и оставили умирать. Ангелы, посланники Божьи, спасли его. Ночью молодая христианка пришла, чтобы забрать тело и придать его земле, но увидела, что Себастьян жив. Она забрала его и вылечила. Исцелившийся Себастьян встал однажды на пути императора и упрекнул его в жестокости по отношению к христианам. Диоклетиан увидел Себастьяна. Растерялся. Это ты тот самый Себастьян, которого приказал недавно пронзить стрелами? Себастьян ответил. Да. Бог даровал мне жизнь для того, чтобы я смог обвинить тебя в жестокости. Тогда император Диоклетиан приказал арестовать Себастьяна, забить его палками до смерти и выкинуть тело в канализацию Рима Клоаку Массима, чтобы нельзя было его похоронить. В зале Инея и Анхиса находятся две работы Бернини. И здесь же выставлена картина Рубенса «Воскрешение Христа». Скульптурная группа Иней, Анхис и Аскани – это как памятник милосердия. Эта работа была выполнена 20-летним скульптором Бернини. Скульптура Лаверета, правда, была создана в очень трудный период карьеры Бернини. После того, как папа Иннокентий X приказал снести колокольни, которые были возведены Бернини на соборе Святого Петра. Скульптурная группа И за с dados «Воскрешение Христа». Бернини. Скульптурная группа И за сады «Воскрешения Христа» Картина Рубенса «Оплакивание Христа» находится в зале Селена. Она соседствует с шестью картинами Караваджо. Мария поддерживает умершего Христа. Его тело выглядит безжизненным, голова клонится к плечу. Вокруг стоят святые и Мария Магдалина. На саркофаге просматриваются рельефы со сценами жертвоприношения. Они вторят теме распятия Христа. Грозовое небо и такое необычное освещение рождает ощущение тревоги и вместе с тем ощущение возвышенности. С правой стороны от картины Рубенса находится картина Караваджо «Мадонна Палафриньери». Она была написана для собора Святого Петра, но по каким-то причинам была вынесена из собора Святого Петра, а потом появилась в коллекции шапиона Бургези. С левой стороны от картины Рубенса находится картина Караваджо «Святой Ероним», который посвятил себя изучению Святого Писания и был первым переводчиком Библии на латинский язык. Картина «Оплакивание Христа» является экспонатом коллекции Бургези, и вы всегда ее можете рассмотреть в галерее Бургези. Картина «Юноша» с корзиной фруктов, давить с головой Голиафа, автопортрет в образе больного Вакха невозможно пройти мимо картин Караваджо. Великолепный входной зал. Это один из самых красивых залов в галерее. Он встречает гостей виллы прославлением римской цивилизации. Смерть Адониса Адонис был возлюбленным Венеры. Артемида, которая имела свои виды на юношу, разгневалась на него за то, что он предпочел Венеру и наслала на юношу дикого кабана, который смертельно ранил Адониса. Рубинс изобразил на картине трагический момент, когда Венера обнаружила тело своего возлюбленного после роковой встречи с диким кабаном. Адонис был ранен и истекал кровью. Рубинс решил усилить трагическую сцену присутствием трех плачущих граций и рыдающим купидоном. Лишь спокойные собаки, стоящие справа от трагической сцены, намекают нам на то, что жизнь идет своим чередом, не обращая внимания на горе прекраснейшей богини. Прикованный Прометей Картина написана в мрачных и темных тонах. Здесь много черного, темного, коричневого и совсем мало голубого цвета. Здесь на картине идет борьба за жизнь. Прометей не ждет смерти, а неустанно борется с орлом, который хочет выклевать у него печень. Прометей тайно проник на священную гору Олимп, где похитил для людей огонь. Так Прометей навлек на себя гнев Зевса и был обречен на вечные муки. Его приковали к скале, куда каждый день прилетал орел, чтобы выклевать у него печень. На следующий день у Прометея отрастала новая печень и мучения его начинались заново. Мы не видим искаженное болью лицо Прометея, так как Рубин закрыл его когтистой лапой орла, но потому, как сильно напряжены его мускулы на красивом атлетическом теле, несложно догадаться, какую боль испытывает Прометей. Продолжение следует... Аллегория войны Смерть Сенеки Сенека Сенека – это древнеримский философ, писатель, политический деятель и наставник императора Нерона. С первого взгляда может быть что-то непонятно в этом сюжете. Что делает Сенека? Почему он полуобнаженный стоит в чаше? Что делают окружающие люди? А Сенека стоит в чаше с теплой водой, готовясь к смерти? Справа от Сенеки мы видим врача, который перерезает вены скальпелем. Здесь Рубинс немного отошел от описания сцены. В христианском обществе 17 века самоубийство считалось смертным грехом, поэтому и был изображен человек, который перерезает вены. Двое солдат на заднем плане следят за тем, чтобы дело было сделано. А молодой человек внизу записывает последние слова Сенеки. Из истории мы знаем, что Сенека умирал долго и мучительно. Сначала он вскрыл вены на руках, но кровь текла очень медленно и смерть никак не наступала. Тогда он вскрыл вены и на ногах. Спустя некоторое время Сенека попросил яду. Нерон обвинил своего учителя в заговоре против него. Сенека получил от своего бывшего ученика от Нерона письмо со смертным приговором. Ему было приказано покончить с собой. Как именно должен был выбрать сам Сенека. А слушаться приказа императора было невозможно. И Сенека решил пустить себе кровь. Ну а я продолжаю идти по залам галереи Бургези в поисках картин Рубинса. И скоро я их вам покажу. В зале Давида, который назван в честь скульптуры, которая находится в центре зала, это работа молодого Бернини, есть картина о Нибале Карачи «Самсон в цепях». Историю про Самсона я вам сегодня рассказывала. Раньше по проекту это была лоджия. Потом ее переделали в зал. И здесь была размещена коллекция семьи Бургези. А мы с вами продолжаем рассматривать выставку Рубинса. Какой же прекрасный портрет Германика и Агриппины. Их брак считался идеальным союзом. Их обожал народ, армия, Сенат. Они были очень умны и красивы. А их искренняя любовь стала образцом счастливой семьи. Но вот только одно удивляет. Как у такой красивой пары мог родиться Каллигула, римский император. Помните такого? И внуком их был император Нерон. Рубинс изучал не только древнеримские скульптуры. Среди интересов также у Рубинса были изучение монет и драгоценных камней. Он собирал греческие и римские камеи. Хотел издать книгу о Древнем Риме. Книгу должен был написать какой-нибудь известный историк. А Рубинс бы предложил иллюстрации для нее. План по издательству этой книги так и не был реализован. Но подготовительные работы все-таки были накоплены. Пример этому – великолепный портрет, где изображена счастливая пара. Между бюстами шипиона Боргези висит картина – портрет друга Рубинса. Он был доктор и автор книг по медицине. Субтитры создавал DimaTorzok. Терракотовая модель – статуя Людовика XIV. Для конной статуи короля солнца Людовика XIV Бернини создает макет. Эта модель считается оригинальной, сделанной рукой самого Бернини. Ему было уже за 70. Выполнить скульптуру он поручил помощникам. Скульптура была завершена за несколько лет до смерти Бернини и ожидала отправку в Париж. После смерти Бернини конная статуя наконец-то была отправлена королю. Он увидел ее, не оценил и даже приказал уничтожить. Но потом, правда, французский скульптор переделал скульптуру в марка Курция. И сейчас она находится в Лувре. Рядом с терракотовой моделью статуи Людовика XIV, которой всегда можно полюбоваться в галерее Бургези, находится работа Рубенса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Терракотовая модель льва, автором которой является Бернини. И рядом находятся работы Рубенса, львица и лев. Фарнезийский бык из коллекции галереи и наброски Рубенса. Каждый раз, когда я бываю в галерее Бургези, я всегда останавливаюсь возле этой небольшой и ранней работы Бернини. Перед нами коза Амалфея с младенцем Юпитером и фавном. И каждый раз, когда проходит какая-то выставка, для этой небольшой скульптуры делают какое-то особое освещение, что хочется остановиться и в деталях ее рассмотреть. Коза Амалфея была кормилицей для новорожденного Зевса, нежная богиня, так звучит ее имя в переводе с древнегреческого языка. Отец Зевса, боясь потерять власть и могущество, пожирал всех детей, рожденных женой Реей. Убийства новорожденных детей приносили матери огромные страдания. Когда родился Зевс, Рея отдала мужу вместо сына камень, завернутый в пеленку. Не подозревая обмана, бог проглотил сверток. Так Рея сохранила жизнь сыну. Мать спрятала младенца, а коза Амалфея спасла Зевса от голодной смерти. В день его рождения на свет появились двое козлят, и молока хватало всем. Скульптура «Мальчик, вытаскивающий занозу». Казалось бы, обычная классическая скульптура – маленький мальчик, который сидит на камне и вытаскивает занозу из ноги. Но этот сюжет никогда не переставал очаровывать художников, даже в эпоху барокко. Вот эскизы Рубенса, 1602 год, на которых мальчики похожи на скульптуру, которую мы сейчас видели. Один из мальчиков даже повернулся посмотреть на нас и в это же время продолжает вытирать ногу тряпкой. Сюзанна и старейшины На полотне изображена обнаженная женщина. Она смотрит на стариков, которые внезапно появились за ее спиной. Старики подглядывали, как Сюзанна принимала ванну и были очарованы ее красотой. Старцы захотели близости с ней, но получили отказ. Тогда они пригрозили, что если она им не отдастся, то они обвинят ее в прелюбодеянии с молодым человеком. А это преступление, которое карается смертью. Сюзанна стала кричать, моля о помощи. Тогда старцы заявили публично, что видели Сюзанну с молодым человеком под деревом. Бедную женщину обвинили и приговорили к смерти. В этот момент явился пророк Даниил и спросил у каждого из старцев, под каким деревом они видели Сюзанну, когда она совершала грех. Каждый из старцев показал на разное дерево. Тут-то пророк и уличил их в выжесвидетельстве. Сюзанна была оправдана, а развратные старики казнены. Мраморная скульптура Три Грации. Скульптура была найдена в Риме на холме Целей. Была отреставрирована в 1609 году скульптором-реставратором Кордье по заказу кардинала Бургези. При Наполеоне скульптура была вывезена во Францию. Благодаря выставке Три Грации временно вернулись в Рим. Три Грации Рубенса. Перед нами один из самых великолепных шедевров Рубенса – суд Париса. Ни одна камера не передаст красоты этой картины, ее надо видеть воочию. И мне кажется, я еще сюда вернусь, пока будет проходить выставка. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Мы с вами прошли сегодня по залам галереи Бургези и насладились выставкой, посвященную Рубенцу. Буду ждать от вас комментарии. Мне выставка очень понравилась. А вам? Поделитесь, напишите и не забудьте поставить пальчик вверх, если видео вам понравилось. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.